Приветствую вас и думаю, в ситуации, в которых вы описали, нужно проявить немножечко жесткость. Вот молодой человек приходит к вам, напоминает о себе. Выпускаете его к себе в дом, вы позволяете ему быть с вами ровно столько, сколько хочет он, и потом позволяете уходить. Понятно, что вы не в силах, да и не должны его удерживать, но вы в силах и вправе не давать ему приходить, не отвечать на звонки, не отвечать на письма, на сообщения, если таковые присутствуют. А если вы этого не делаете, возникает вопрос, а на что вы тогда рассчитываете? Что вы тогда хотите? А чего вы тогда желаете именно от него? С чего вы хотите? Почему вы каждый раз надеетесь словно на него? Вы надеетесь, что он вернется к вам совсем. При этом совершенно определенно, что в его жизни, в его восприятии ничего особо не меняется по отношению к вам. Он хочет, он приходит, получает свое и уходит. А вы позволяете ему это делать. И до тех пор, пока вы позволяете этому происходить, он и будет к вам приходить. Даже если он действительно вас любит, такое поведение не любящего человека, и вот почему. Он заставляет вас страдать. Даже если он не любит вас, но при этом уважает, ценит, да, желает вам счастья и так далее. Он не стал бы, не стал бы вам о себе напоминать. А он это делает. И делает он это, судя по всему, ну, в достаточно эгоистичной модели, достаточно эгоистичной форме. Вы пишите, что отношения с другими мужчинами у вас есть, но при этом вы не можете его никак забыть. Не можете забыть этого мужчину, который от вас ушел. И не в том ли проблема, что он вам сам эту причину не назвал. Не в том ли проблема, что вы не можете отпустить человека потому, что вы не знаете причину его ухода. И вот то, что вы не знаете причины ухода, наставляет вас искать их, эти причины ухода в себе, копаться в себе. И из-за этого каждый раз вы надеетесь как будто бы вновь для себя открыть возможную причину, по которой он ушел, чтобы наконец-таки все стало понятно. То есть именно незавершенность стимулирует вас на то, чтобы позволять мужчине так с вами обращаться. Если так, тогда нужно разбирать жизнь и всю информацию молодого человека, чтобы как можно более лучше разобраться в том, что могло стать причиной какого его поведения. Если после разбора его жизни вы все равно будете ощущать потребность в нем, если после разбора его жизни вы все равно будете чувствовать, что в нем не знаете. Значит, это уже лично ваша зависимость, лично ваша потребность. И поскольку мужчина откровенно вами пользуется, я надеюсь, что это очевидно. Хотя, если вы ее считаете по-другому, то она может быть в проблемах при решении проблемы. Так вот, если вы считаете, что мужчина вами пользуется, то это нужно прекращать жизнь. И для этого нужно понять, что вы получаете при взаимодействии с ним. Вообще, что он для вас означал. Что вы с ним чувствуете и что вы с ним чувствуете до сих пор. И чем чувственный фон отличается от взаимодействия с другими мужчинами. То есть, как ваши чувства меняются, когда вы с ним и когда вы с другими мужчинами. Вот на этой разнице, точнее, в ней, в этой разнице, и кроется причина, по которой вы не можете его забыть. Это преусловие, если вас не удерживают недовершенность отношений. То есть, вы сами не можете понять, почему молодой человек ушел от вас не объяснить причин. И это неопределенность вас до спор держит. Потому что неопределенность это что? Это надежда. Но, в действительности, мужчина это не такое существо, которое отставляет последнее слово, которое придает решающее значение именно словам. Для мужчины решающее значение это поступки. И поступок мужчины такой, он вас бросил, он вас ушел, он вас, можно сказать, оставил. Ну, что предал, наверное, нельзя сказать, но он ушел. Оставил вас, это его выбор. Соответственно, непонятно, почему вы разрешили ему вернуться. Почему вы позволили ему вернуться? Да еще тогда, когда удобно ему. Да еще так, как удобно ему. Вот на этот вопрос нам нужно найти ответ. И до тех пор, пока не будет понятно, что это на человек, что вы это человек, думаю, будет достаточно сложно ответить на вопрос, что именно вас удерживают рядом с ним. Пока это либо недовершенность, либо зависимость. А я думаю, что это два наиболее вероятных варианта, каждый из которых нужно прорабатывать отдельно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!